итак всем привет с вами канал мир вокруг тела бита у нас сегодня постоянная рубрика забавные животные и у нас в гостях пришел такой интересный жук жук называется слоник мы кстати вот даже когда были детьми это именно так их и называли почему ну потому что не видите у него такая вот там где до воды больше знают этих насекомых под названием жуки конечно же долгоносики вот они конечно же причит причисляются к плодовым вредителям потому что в общем то подъедают лиственную массу плодовых деревьев и между прочим не даже такие вот и классификации по названию то есть это вот яблонный цвета ед грушевый цвета ед малина земляничный долгоносик костянковый цвета ед полосатый гороховый долгоносик волосатый листовой слоник даже есть некий вот такой подвид который поражен умудряется вот поражать орешниковые деревья кстати является вот причиной дырявых червилых орехов у него в общем то такая вот мордочка она имеет самый длинный и тонкий хоботок у нас с вами в гостях скорее всего долгоносик листовой да вот у него еще то есть такая особенность то что на мордочке немножко вытянуты да вот ну вот больше вот его окончание похоже не на хоботок она и вот клешни надо как бы маленькие такие то есть ничего такого крупного прогрызть не может а вот для травы вполне сойдет листовые долгоносики обычно обгрызают листья лепестки деревьев кустарников иногда травянистых растений очень редко могут повреждать почки молодые верхушечные побеги но поврежденные растения теряют конечно же декоративность эти жуки представители рода филобиус они могут быть бледно-зеленые буковые грушевые зеленые золотистые зеленые крапивные красно-желтые окулировочные продлаковатые разукрашенные узорчатые и в общем вот иметь достаточно такую разнообразную окраску размер у них ну где-то 12 миллиметров длиной у у нас кстати вид такой еще попался не совсем большой то есть вполне возможно что он может слегка подрасти да вот за июнь месяц вполне листовые долгоносики многоядные имеют довольно яркую окраску и самое что удивительно в них самцы и самки часто имеют разные цвета данный вид жуков как правило выходит из почвы весной когда разоцветное растение находится в фазе розового бутона обычно жуки питаются ранним утром вечером и ночью а также в пасмурную погоду почками листьями и цветками древесных кустарниковых растений и вот в рацион у них такой длится где-то около месяца яйца они откладывают в почву выше из них безногие белые личинки живут верхних слоях почвы питаясь мелкими корешками и их влияние на состояние растения незначительно дальше личинки окуливаются в почве и уже из куколок выходят жуки в конце лета или осенью ну и соответственно на зимовку также в почве остаются до следующей весны как правило ощутимый вред они причиняют ну естественно молодым растениям которые достаточно еще не окрепли общем-то который может такой вот небольшой объедок повредить они как правило обгрызают листья и лепестки растений оставляя за собой такие небольшие выемки или бухточки по краям и как правило листья становится после их вот таких деяний с ажурной такой формы чем-то похожи вот на кружева также иногда могут повреждаться почки и молодые побеги но при этом нужно сказать что вообще растение в целом да даже вот таких вот мелких повреждений вообще говоря остаются здоровыми и вот здесь нужно отметить как бы вот влияние данного жука что он хоть и причисли причисляется к вредителю да вот для садовода потому что может так вот слегка подпортить внешний вид цветов кустарников особенно которые вот посажены для украшения клумб для украшения там газонов и лужаек да при этом два дворовых территорий то такие вот его подъедки в общем-то само растение не повредят то есть кустарник там цветок если это мощный такой хороший уже куст то в общем-то не засохнет не повредиться не как-то не пожелтеет но вот пока что про данного жука большим ничего с вами сказать не можем у нас он попал в водяную ловушку да просто вот и вот она сдула ветром с какого-нибудь дерева или кустарника вот ведро с водой где он и был найден пока что это все оставайтесь с нами следите за новыми сюжетами до новых встреч пока и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok